Полная отдача сил, изнурительные тренировки. В свои 10 лет Умар Туаршев знает точное правило, как добиться успеха. Нужно работать, работать, еще раз работать, для того, чтобы достичь высот в спорте. За время своей двухкодичной карьеры в боксе юный спортсмен провел 33 боя. Из них лишь один проигрыш. Это блестящий результат, считает его тренер Олег Шемирзев. Семь кубков за лучшую технику. Такого в истории не было. Это уникальный мальчик. Умар сам попросил отца, чтобы он привел его в секцию бокса. И, как оказалось, не зря. Тренер мальчика возлагает на него большие надежды. Пока юный спортсмен оттачивает свое мастерство на соревнованиях республиканского и регионального масштаба. Но серьезные достижения не за горами, считает Олег Шемирзев. Если Умар не сбавит обороты и дальше будет усердно идти к своей цели, то ему по плечу стать и чемпионом России, а может быть даже мира и Европы. Тем более, что кумиру спортсмена есть. Это абсолютный чемпион мира Рой Джонс. Он сильный, хитрый. И он мне этим нравится. Тренер также отмечает заслуги своей ученицы Майи Выковой. Казалось бы, бокс – это совсем не женский вид спорта. Но, оказывается, и такие хрупкие дамы могут составить достойную конкуренцию парням. Ее точно сильный удар поразил ни одну соперницу и даже соперника. Майя неоднократно становилась победительницей и занимала призовые места на всероссийских турнирах. Мой тренер Шахмурзов Артур Аликович, он раньше был… там висела фотография, в моей школе на фотографии его и села. Я прочитала то, что он многократный чемпион мира. Мне очень понравилось. И как бы за счет него меня потянуло на бокс. Алик Шамирзов работает тренером уже более 20 лет. Все его три сына, кстати, тоже боксеры. Старший и младший – мастера спорта. Средний Артур – трехкратный чемпион мира. Кроме того, Алик Рауфович воспитал пятерых мастеров спорта. Юные спортсмены занимаются с большим энтузиазмом и верят в то, что и они могут ухватить свою звезду с неба. Хотя, конечно, условия, в которых они тренируются, оставляют желать лучшего. Приходится с досадой в очередной раз отмечать, что такие люди, как заслуженный тренер России Алик Шамирзов, вынуждены сегодня воспитывать чемпионов в таких вот полуподвальных помещениях, оборудуя спортзалы практически собственными силами. Фатима Куршева, Михаил Каракеля. Итоги недели.